С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. 1 сентября в Ненецком округе День знаний отметили новосельем сразу в двух новых школах. Первый раз в первый класс. Как справиться с волнением? День знаний в Нарьинмаре был омрачен смертельным ДТП. Далее обо всем по порядку. Одно из самых значимых событий начала нового учебного года – это открытие новых современных школ. Такое событие состоялось 1 сентября в столице Ненецкого округа. Пожалуй, слово «школа» не умещает всех тех особенностей и всех тех новшеств, которые теперь есть у учеников и учителей одного из старейших образовательных учреждений города Нарьинмара. Третья школа – это целый город, в коридорах которого в первое время можно и заблудиться. Поэтому здесь даже пришлось установить указатели. День знаний для учащихся и учителей общеобразовательной школы номер 3, их родителей, строителей и тех, кто взял на себя ответственность за сдачу столь сложного объекта к началу нового учебного года – двойной праздник. У нас сегодня праздник, большой праздник. Мы открываем новую, современную школу. В этой школе есть все. Есть потрясающие классы, оборудованная мультимедиа, спортивные залы современные, есть столовая, стадион и многое-многое другое. Есть даже пространство, где ребята могут уединиться и отдохнуть. Это поистине школа будущего. Школа будущего – это четыре корпуса с кабинетами робототехники, спортивным и актовым залами, столовой, библиотекой и благоустроенной территорией. Все помещения оснащены современной техникой и оборудованием. В рамках национального проекта образования здесь будет реализовано сразу несколько направлений. Успех каждого ребенка, современная школа и цифровая образовательная среда. Здесь же будет располагаться точка роста. Это центр одаренных детей. Госконтракт на строительство нового здания школы номер 3 на 700 мест в микрорайоне авиаторов был заключен с компанией «Верса-М». Здания соединены между собой теплыми переходами и образуют внутренний двор для проведения торжественных мероприятий. Территория оборудована открытой спортивной площадкой. Общая площадь зданий составляет более 27 тысяч квадратных метров. Построена школа за счет средств регионального и федерального бюджета. На ее открытие приехал представитель Министерства просвещения России. Сегодня в России открываются 43 школы новостройки. Одна из них – третья школа города Нарьемара. Вам необыкновенно повезло учиться в такой красивой, светлой и современной школе. Учебный год в новом здании школы номер 3 начали 674 школьника. Почти на 100 человек больше, чем в прошлом году. Только первоклассников здесь 118. Обычно в школе формировали два класса для первоклашек. Теперь пять. Школа наша третья – ты одна такая. Преимущества нового здания по достоинству оценили и преподаватели. В день знаний эмоции переполняли. Вот такие шикарные, светлые, просторные классы. Для каждого человека есть все, что хочешь. В таком настроении должны передать. В таком настроении. Особенно, мне кажется, у нас дети, нас ждут. Мы уже полгода с ними не виделись из-за карантина. И они, мне кажется, смеются. И глаза будут удивлены от этой радости. Хочется поблагодарить наших строителей за такую красоту. Я думаю, что нам здесь будет комфортно работать, учиться, воспитывать наших детишек. Гости – временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный, председатель регионального собрания Александр Лутовинов, заместитель министров просвещения Татьяна Васильева, заместитель генерального директора компании «Русет Петра» Виктор Желудов. В день знаний на территории школы заложили первую школьную аллею. А директор школы провела для представителя министерства ознакомительную экскурсию. Первый звонок в третьей школе – особенный. Это первый звонок в школу будущего. Добро пожаловать в новую школу. С праздником вас! Анастасия Максимова, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Первоклассники – главные герои Дня знаний. Как правило, самые серьезные люди на праздничных школьных линейках. Как встретит их школа, не потеряются ли они в прямом и переносном смысле этих слов в ее стенах. Расскажем далее. Надо было бабушку сюда, чтобы она тебе такие косы заплела. Утро Лилии началось, как у любой первоклассники. Ранний подъем, аккуратно выглаженный наряд, хвосты с бантами и волнение перед знакомством со школьной жизнью. Потому что я хочу в первый класс познакомиться с новыми ребятами, чтобы завести себе новых друзей. А с учителем ты уже знакома? Да. Как ты познакомилась с учителем? На занятиях, когда мы учили стих. Я буду рассказывать стих. Талантливая девочка мечтает научиться красиво рисовать. И с трех лет занимается в образцовом самодетельном коллективе «Травушка». Я пела «Россия», потом еще танцевала там. Ну, короче, много песен. Очень много. Нравится тебе петь? Да, нравится. Я хочу, когда вырасту, стать певицей. Но чтобы стать любым хорошим специалистом, надо прежде выучиться в школе. А для Лилии и ее одноклассников – в новой и самой современной школе в регионе. И вот подходит время идти на торжественную линейку. Робкие первоклассники тянутся с родителями к школьным воротам. Букеты и бантики, пока еще великоватые рюкзаки и небольшой страх в глазах. В этом году в школе номер три сразу пять первых классов. И, конечно же, у каждого есть своя особенная первая учительница. И сколько бы классов перед этим опытные педагоги не выпустили, каждое знакомство с ребятами вызывает трепет. Очень эмоционально, конечно. Волнительно, но с радостью. С радостью встречаешь этих малышей. Ну, как бы это все душевно, с любовью, с какой-то заботой, вниманием. Знаешь, что нужно подарить им свое тепло, свои знания, научить их. Научить их каким-то наукам, что-то они должны узнать. Научить их дружить, уважать друг друга. Ну и любить свою родину, прививать такие большие отношения по всему. Это очень волнительный момент. Перед этим почти не спишься ночью, думаешь, какие же будут ребятки, как они меня встретят, как их встретят. Но встреча наша прошла хорошо. И вот торжественная линейка началась. В центре внимания 122 первоклассника, ведь этот праздник для них. А неподалеку, вытирая украдкой слезинки и светясь от переполняющих эмоций, стоят родители. В ближайшие 11 лет им предстоит заново постигать школьную программу, волноваться за оценки и гордиться успехами своих детей. Встал он раньше меня. Уже встал и начал собираться сам пока в школу. Какие ожидания от школы? Новая школа, все-таки новое оборудование, новые стены? Ну, школа современная и очень интересная ему. Он очень рад, что пошел именно в новую школу. В первый класс новую школу начнет. Да, он доволен. Встали мы в половину восьмого. Волновались? Нет, не волновались. Абсолютно. Ребенок готова. Радостная, счастливая, довольная. Нет, не волновался. Встал рано. За минут за 15. Все, что подели, собрались, все уже было готово. Взяли букет цветов, поехали. Какие ожидания от школы? Новая школа все-таки? Ну, пока все нравится. Все нравится, красиво, ново. Хочется прямо уже зайти. Не потому что холодно, а посмотреть. Сегодня эти первоклассники отправились в одно из самых увлекательных путешествий в жизни. И хочется, чтобы их горящие глаза никогда не потеряли этого искреннего интереса. А новейшее оборудование и технические возможности школы номер три помогли поддерживать тягу к знаниям и вырастить настоящих гениев. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Торжественное открытие еще одной новой школы в Ненинском округе состоялось 31 августа в поселке Индига. Побывала там и наша съемочная группа. Нарядные и счастливые дети и их довольные родители, пожалуй, главное украшение торжественной линейки. Открытие нового здания школы в Индиге ждали долгих восемь лет. Мы стоим на пороге новой жизни для поселка Индига. Потому что если появляется новая школа, значит спустя много лет из стен этой школы выйдут будущие учителя, будущие врачи. И дай бог, чтобы они обязательно вернулись сюда и работали именно на этой земле. Вот в этой школе есть точка роста. И мне хочется верить, что эта точка роста из школы перерастет в огромную точку роста, экономического роста на Северном морском пути. Я прекрасно помню свой первый визит, когда мы приехали. И здесь стоял законсервированный, так себе еще законсервированный объект. Вот это стекала вода по стенам. И все говорили, что невозможно ничего сделать. Потому что это давно стоит, потому что изменилось законодательство, потому что какие-то полномочия кто-то кому-то передал. Кто-то кому-то не передал. И я помню, сколько мы на самом деле приложили усилий, чтобы это все стало возможным. Строительство школы на 150 мест началось в Индике еще в 2012 году. Тогда за Полярным районом был заключен муниципальный контракт на общую сумму более 440 миллионов рублей. В ноябре 2016-го стройка была заморожена. Работы на объекте возобновились лишь весной 2018-го. Все это время дети были вынуждены учиться в две смены и заниматься в неприспособленных помещениях. Условия действительно были не очень хорошие, скажем так. Не хватало помещений, не хватало места, не хватало… Детям приходилось учиться в две смены, где-то что-то сокращать, какие-то уроки, что-то где-то. Поэтому не было спортивного зала, что очень сильно влияло на подготовку спортивную. Впрочем, сейчас для маленьких жителей Индиги созданы самые комфортные и современные условия. В просторном трехэтажном здании есть спортивный, тренажерный и актовый залы, мастерские для мальчиков и кабинеты домоводства для девочек, библиотека и музей. Отдельно стоит сказать о кабинетах физики, ОБЖ, информатики, химии и биологии. Они оснащены современным учебным оборудованием. Анисия Белогина едва сдерживает слезы счастья. Мало того, что дождались открытия школы, так еще и получили новые макеты для изучения анатомии, а также микроскопы. Дети просто рады, когда они приходили, помогали нам школу готовить, убирать. Они прям с восторгом бегали по школе. В каждый кабинет заглядывали, спрашивали, какой это кабинет, а что есть. А когда увидели мебель, они говорят, когда будем учиться. Я говорю, потерпите немножко, как карантин начался, еще немножко подождите. И все так ждали, ждали. И наконец дождались. Конструкторы для робототехники, виртуальный полигон, современные компьютеры и даже 3D-принтер. Школа поселка Индиго оборудована буквально по последнему слову техники. Здесь расположена одна из так называемых точек роста. Это федеральный проект. Подобные уголки технологий будущего постепенно появляются во многих школах России. Точки роста оборудуют в рамках нацпроекта образования. Здесь же в Индиге появился один из первых земских учителей. Это еще одна федеральная программа. Математик Юрий Гловацких в Нинецкий округ приехал из Пермского края. За плечами высшее педагогическое образование и внушительный стаж работы. Такого, знаете, волнения не было, что вот кто-то к нам приехал, зачем и так далее. Нет, такого нет. Меня действительно здесь ждали. Мне здесь понравилось. Мне сразу показали весь фронт работ, который будет. И перспективы, которые вырисовываются здесь в рамках работы, точки роста, то есть, в принципе, более чем замечательные. И вы сами можете смотреть, что оборудование, которое здесь есть, просто выше всякий похвал. Не забыли и о национальной составляющей. Стены рекреации украсили картинами художника Владислава Плотницкого. Этот подарок сделал школе «Союз оленеводов Нинецкого округа». Достойный уровень образовательного учреждения оценила и заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Мне кажется, эта школа важна не только как место, где ребята будут учиться, а еще и такая точка протяжения для всего поселка. Потому что все те возможности, которые есть в этой школе, большой спортзал, два, вернее, даже большой спортзал и малый спортзал, большой актовый зал, возможность проводить какие-то большие мероприятия для всех жителей поселка и объединять всех жителей поселка на базе школы. Это очень такая важная социальная миссия. А с точки зрения поселка, вот эта вот школа, хорошая школа, новая, современная школа, это вообще и, ну, наверное, такое условие для дальнейшего развития. Качественное образование, профориентация, кружки, которые откроются на базе этой школы, все будет работать на будущее ребят. Во дворе школы благоустроенная территория, на которой расположена спортивная площадка, зона отдыха, контейнерная площадка, гараж и станция водоподготовки. Грызть гранит науки. В новом доме знаний будут 64 ребенка. В этом им помогут 18 педагогов. Алина Ваучейская, Владислав Ткачев, телеканал «Север», поселок Индиго, Ненецкий автономный округ. Несмотря на капитальный ремонт здания, ученики первой городской школы собрались на торжественную линейку во дворе своей родной школы. Первый звонок в школе номер один в новом учебном году подают сразу три первоклассницы. За парты здесь впервые сядут 86 учеников трех классов. Александр Тедлецкий сам окончил эту школу 20 лет назад, а сейчас сюда же идет учиться его дочь. Первое сентября – это всегда волнительно. Это большой жизненный путь как для детей, так и для родителей. Волнительно. Мы задолго готовились с ребенком. Я сам заканчивал первую школу. Помню, как у меня было первое сентября. Закончит общее среднее образование в этом учебном году 48 выпускников одиннадцатых классов. Среди них и Варвара Антипина. Первое сентября, я помню, я пришла в школу вместе с мамой. У меня был огромный-огромный букет, который был, наверное, больше меня. Мы заходили в класс, сидели в классе. Я думаю, все очень волновались, потому что первый раз в школу. И потом мы все дружные колонны пошли на линейку спортивных залов. И там вот сидели, слушали выпускников, которые в то время, а сегодня уже мы выпускники. И время пролетело очень быстро. К обучению школьники приступят со второго сентября. На данный момент размещаемся в двух школах. Четвертая школа предоставила нам место. Учимся мы там со второй смены, с двух часов до шести часов. Образовательный процесс у нас там проходит. Там размещены у нас пятые и одиннадцатые классы. И в школе имени Пырерка, начальная школа учится. Образовательный процесс у них происходит примерно с утра до часа. Тоже несколько смен, две смены. Тоже учатся, дети учатся по тридцать минут. Время на проветривание класса двадцать минут по рекомендациям. И та и другая школа предоставляют детям горячее питание. Учиться во вторую смену в других образовательных учреждениях города ученики первой школы будут в течение сентября, пока не закончатся ремонтные работы. Ну, я очень благодарна родителям и детям, что все вошли в такое положение, что в школе все-таки нужен ремонт, нужно менять систему утопления. Все достаточно лояльно отнеслись. И, в принципе, все хорошо. И школьники не покидают нас в такой не очень легкий для нас момент и остаются с нами. Сами школьники к такому началу учебного года тоже отнеслись с пониманием. В одиннадцатом классе это, наверное, не самая лучшая новость, так как вторую смену учиться и в первом классе довольно тяжко, а в связи еще с ремонтом это вообще не очень. Но на самом деле, думаю, прорвемся и все зададим успешно. Первая школа – одна из крупнейших в городе. Всего здесь обучается почти 900 человек, а ее выпускники ежегодно становятся студентами лучших вузов страны. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. День знаний в Нарьинмаре был омрачен трагическим событием. В смертельном ДТП погиб мужчина. В районе средней школы номер 4 произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в окружной госавтоинспекции, примерно в 11.20 на улице Ненецкой водитель Урала при осуществлении буксировочных работ при движении вперед не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода 1969 года рождения. Это был водитель второй фуры. Выйдя из автомобиля, он автоматически становится пешеходом. Прибыв на место, увидели автомобиль Урал, который совершил наезд на пешехода. По предварительным данным, водитель данного автомобиля пытался отбуксировать второе транспортное средство. Ввиду этого водитель не увидел второго водителя, то есть в передней части автомобиля и, получается, совершил наезд на него. Пока предварительным данным так информация. Дальнейшее обстоятельство будет расследоваться. В результате ДТП 50-летний мужчина скончался на месте. Что касается водителя, совершившего наезд... Вот при предварительном данном водитель трезв. Вот только шоковое состояние, это и все, водитель. По факту ДТП с сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок». Субтитры создавал DimaTorzok